А сейчас будут несколько минут ностальгии, недетской критики и детского восторга по поводу события, свершившегося в прошлую субботу на Левобережном аэродроме. Итак, обо всем по порядку. Минута ностальгии по детскому техническому творчеству, коим я лично занимался с 4 класса. Забудем попытки конструирования самокатов и линкоров из цельного куска сосны методом долбежки. Авиамоделизм. Вот настоящая элита 80-х. Я имел честь заниматься элитой из элит, радиоуправляемыми моделями. К огромному сожалению, сейчас массовое техническое творчество подрастающего поколения покрылось гнилой бездравственностью налоговых служб, занявших храм науки и техники в центре города. Возможно, наполнение городского и федерального бюджета взыманием подлых штрафов из карманов затраханных бизнесменов дело более благое, чем забота о своих детях. Но реальность дня сегодняшнего – это технически малограмотное подрастающее поколение. Это униженные врачи, худшие из которых почему-то оказывают скорую помощь. Или трясущимися руками неврастеника вышвыривают несовершеннолетних из травмопункта бывшей Трестовской. А эти люди совершенно другого замеса. Они до сих пор занимаются любимым делом. И у них до сих пор есть ученики. А для тех, кто считает несерьезным занятие авиамодельным спортом, или для тех, у кого просто нет времени, есть и такой вариант. В Магнитогорске появился магазин готовых моделей под названием «Магхобби». Если вы и не рождены летать, то не ползать, а гонять с помощью небольшого двигателя внутреннего сгорания или электродвижка вы все-таки можете. Кстати, не стоит всем сразу тратить деньги и покупать фаршированную модель. Начните с простых вариантов. Ведь по статистике благополучно возвращается на Землю только 30% авиамоделей. В случае с авто это в три раза больше. Так что учитесь и летать, и гонять с удовольствием, которые вы в большинстве своем уже забыли.